Все эти дети не первый год посещают оздоровительный центр «Дельфин». Только секции у них разные. Для обычных ребят и для деток с ограниченными возможностями. Но сегодня они собрались все вместе, чтобы в преддверии Международного дня инвалидов принять участие в веселых стартах. В «Дельфине» не один десяток ребят с ограниченными возможностями поставили, в прямом смысле слова, на ноги. Для них вода и доброжелательная атмосфера стали целебными. Благодаря высокому профессионализму сотрудников центра дети-инвалиды могут почувствовать себя на равных с остальными участниками соревнований. Мы когда проводим веселые старты, обязательно в команде присутствуют по одному ребенку с спортивного класса, потому что должна быть такая интеграция. Ребята должны понимать, что все имеют право на жизнь и все правильно живут, чтобы они были дружные. Традиционно все конкурсы проходят в воде. В бассейне ощущается командный дух. Каждый понимает, только сплоченные действия могут принести победу. Очень понравилось. Мне с дельфином плавать понравилось. За ребят болели и переживали их тренеры, которые видят своих подопечных во время тренировок и знают, кто и на что способен. Наставники поддерживали участников и настраивали на победу. Самое главное – это воля к победе была у всех ребят. Все молодцы. И заниматься физической культурой, обязательно и плаванием – это самый полезный вид спорта. Лидирующие команды стали видны на первых этапах состязания. По баллам они сразу оторвались от соперников. Но выиграли или нет, для участников этих соревнований было не так важно. Участие, веселое времяпрепровождение и общение – вот главное для ребят. Правда, не всем улыбнулась удача. Морские ежата оказались ловчее и быстрее всех. Капитан команды Илья Солопов не первый раз принимает участие в подобных мероприятиях и знает, как привести единомышленников к победе. Команда работала очень слаженно на самом деле. Я как капитан могу это сказать, потому что я видел, что ребята были веселые. Я каждого приобретал, говорил, что давайте, ребята, вы сможете проплыть. И правда, у ребят все хорошо получалось. Вне зависимости от занятого места все участники получили подарки. А что самое главное – заряд хорошего настроения. Юлия Погосян, Алексей Руднев, Ольга Садовская, ВИДНОЕ ТВ.